Всем привет, ребят! Вы на канале Существует Способ. И в прошлый раз мы сняли серию про то, как мы таксуем вот на этой машине по Душанбе. И эмоции у людей были очень классные, очень необычные, по той причине, что они очень удивлялись, что мы их подвозим бесплатно. Еще дарили шоколадочку, это прям вызывало у них такой детский восторг. И мы решили снять вторую серию. В этой серии мы уже добавим кое-что еще. Мы попробуем задавать вопросы про Таджикистан. И если пассажиры будут правильно отвечать, то мы будем вручать им денежку за правильные ответы. Как и в прошлой серии, если у нас не будет получаться коннект, если, например, по-русски плохо будет понимать, то мы просто будем подвозить, опять-таки, бесплатно, и просто в конце поездки вручать шоколадку. Поехали! Привет! Привет! Ну, смотрите, у нас бесплатное такси! У нас так и ретро-такси! Машина, видели какая-то? Ну да, а что у вас тут где-то? Я что-то не понял. Миражи не местные. Не местные. У нас акция помощи Таджикистану. Нам много помогает здесь, и поэтому мы решили тоже помочь. Мы сегодня бесплатно подвозим такси, хорошего настроения. У вас хорошее настроение, значит, проходите, едем. У вас тоже очень добрые люди. Вот мы приехали, мы месяц здесь отдыхаем. Там все помогают, все интересуются, нужна ли какая-то помощь. Вы в России бывали, да? Да! Да. Много раз. Я закончил МГУ в Московской Ассоциации. Ого, ничего себе! Поехал, 4 месяца там поработал. Не пора, власть. Решили сюда вернуться, да? В основном эти едут, которые уже как ломка, они привык туда ездить. А, нравится им туда ездить, да? Работа в России вызывает зависимость, да? Да, с торжем работаем, и одновременно в этой же организации и плотник, и сантехник, и электрик. В общем, на все руки мастер, да? Некоторые, да, некоторые боятся. Не понимают, как такое может быть. С кишлаков приехали многие, они вот даже по-русски рассказывают. Да, да, но в школе уже преподают, да, наверное, русский язык. Ну, некоторые, и они дорогие эти школы, не граждане. Подождите, у нас, как сказали, уже у нас такси хорошего настроения, поэтому вот вам небольшой подарочек. Спасибо. Все, удачи. Из Москвы? Нет, Псковская область, город Великие Луки. Приехали вот на этой машине. Ну, сейчас? Ну, месяц назад. Как вам? Прекрасно. Куда едете? А мы просто подвозим пассажиров. Для хорошего настроения есть еще подарочек небольшой. Держите. Ой, спасибо. Русский язык не знаете, нет? Нет. Нет. Я полковник ФСБ. О, как. Через я жил сколько год, я уважал русский народ, потому что они очень добрые люди. Таджикистан хорошо знаете? Да, везде знаю. Тогда у нас к вам вопрос будет. У нас есть три вопроса. Сможете ответить на них? Первый. Какая самая высокая точка в Таджикистане? Сумуни. Да. Пик из моего Сумуни, да, на первый вопрос. Какой площади флаг ваш? Знаю. Самый большой, знаете? А какой? Ну, центр. В центре, а какая площадь? Какое у вас самое озеро красивое? Скандар-Кюль, Ах-Кюль. Какое вот вам место больше всего нравится в Таджикистане? Вот туда вы чаще всего ездили отдыхать. В Таджикистане очень хорошее место. Двумра, хорошее место. Ходжок, Бигар, Шамбари, все хорошее место. Ты военслужащий был, да? Нет? Я путешественник. Мы путешествуем по разным странам. Мы смотрим самые красивые места. А сейчас не очень хорошее, честно. Ну... СССР очень хорошее время был. Ну, конечно, когда народы объединены, это всегда лучше. Это хорошо, что у вас друзья знают, что в Таджикистане безопасно. Некоторые думают, что у вас здесь все еще не спокойно. Не-не-не-не, спокойно, все нормально. Как раньше назывался Душанбе? Советский Союз. Душанбе? Да. Душанбе? Раньше Сталинабад был. Сталинабад был. Сейчас. Слушайте, а мы слышали такую историю, что вот кто вот на высоких должностях, чиновники, еще там кто-то, запрещено законом зубы золотые вставлять. Это правда или нет? Не правда, да? Значит, мы развеяли миф. Главное, чтобы у вас хорошее настроение было. У меня всегда хорошее настроение. Всегда хорошее. Вам небольшой подарочек от нас. Спасибо. Я уже второй раз в Таджикистане. Я весной приезжал, путешествовал тут много, где был. Таджикистан хорошо знаете? Я здесь родился, конечно. Тогда у нас вот к вам предложение. Мы не только вас бесплатно подвезем, мы вам дадим денежку даже. Если ответите правильно на пять вопросов. Это какая самая высокая гора у вас здесь? Это Бадахшаня. Бадахшаня. А как называется? Я не был ни разу в Бадахшанне. Давайте попробуем угадать, какой высоты она. Я без понятия. Дадим вам на заметку хорошо. Это гора Бикасма и Осамании. Как раньше назывался Душанбе? Это же Талинабад. Талинабад. Да, Сталинабад. Какое у вас самое красивое озеро? Так, так, где-то Баджик. Да, дальше Вардоба. Ну, это Вардоб, там дальше. Просто я уже сейчас, как сюда? Тривизик, где-то валяется, и многие его поймали. Вот, самое, по-своему, это, по-своему, это, по-своему. Это, по-своему, это, по-своему, летом бы влияться. Да, летом бы здесь не было. Места, которые, да, там, по поводу плана денег, по поводу плана жить очень хорошо, как-то сюда тянет. А, сюда сразу тянет. Ну, Родина, вроде. Да, любой человек не выбирает, как бы, сам, где жить ему, где комфортно, а мне, как бы, здесь комфортно. Как бы, по-вашему, вообще, Душанбе относительно ранних годов преобразился, развивается, да? Да, 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 насколько именно я здесь, когда родился, когда был таким пацаном, здесь гулял, вот всяких вот этих домах не было. Да, у вас очень интересное движение. Да, да, а вы еще не знаете, в Афганистане у них какие-то движения, а у них светобора нет. У них нет светобора вообще. Они, они, как деды, дочери. Мы слышали, что у кого круче машина в Афганистане, кто-то прав. Спасибо, что привезли, да, слава. Да, без проблем. Давайте последний вопрос. Давайте. Как зовут вашего самого-самого известного музыканта, вевца, поэта? Он... Еще парк в Душанбе такой есть. Есть? Да, певец, музыкант, поэт, очень известная личность. Ну, буду знать, что известный парк. Ну, ладно, давайте мы расскажем. Кудаки. Кудаки. А, Виктор, кудаки, говорю ты? Я понял. В любом случае, на много вопросов правильно ответили. От нас подарочек. Да, держите. Данис, спасибо. Не-не-не, ну, такие правила. 50 сомон от нас. Вот, вручаем. Давай, вот, спасибо. И еще, и еще шоколадочка для хорошего настроения. Классный парень нам попался. Прям, наверное, самый, практически самый колоритный из всех, которые нам встречались. Вот, там еще один стоит. Немально увижу. Там, может, много не кушал? А, не рассамаживали? Мы просто въезд временный сделали, да. Просто почти уже месяц на русском не разговаривали. А, видимо, такой срадостный. Вот, решил полечить отзыв пока. Пока время приедет сюда. Правильно, да. О родителях надо заботиться. Они еще заботились, когда они маленькие. Да. Сколько я должен? Ни, сколько не должен. Да нет, серьезно. Серьезно. Мы сказали, что у нас бесплатное такси. Хорошего настроения. Всех, сушевая душа. Все. Удачи вам. Приятного аппетита. Некоторые нас не очень хорошо понимали, но это не проблема. Самое главное, что у нас получалось сделать людям приятно. Надеемся на то, что серия вам понравилась. Обязательно оцените ее комментариями, лайками. Если не подписаны, то обязательно подписывайтесь. И мы, возможно, придумаем еще какой-нибудь интересный формат. Может быть, кого-нибудь куда-нибудь свозим, например, в горы куда-нибудь. Посильнее только хлопните, посильнее. Посильнее? Посильнее. Еще сильнее можно. Давай. Сильнее хлопните. Еще посильнее. Только посильнее хлопаете, да. Посильнее только хлопните. Посильнее только хлопните. хорошо давай счастливо посильнее чуть-чуть посильнее давай посильнее только чуть-чуть вот так вот отлично